Приветствую вас, братья и сестры, очередной раз. Когда мы шли сюда на служение, все братья, которые узнавали, что мы идем в Армению, говорили, что каждый из от себя, чтобы мы передали особые привети. Мы с его имени передаем особые приветствия от нашей церкви. И от вас тоже повезем вам особые привети. Слава Богу! Это делает Господь. Несмотря на несколько таможней, мы всегда в жажде видим ваши лица, потому что здесь видим что-то родное, что-то близкое, и мы всегда вспоминаем о вас. Слава Господу, что удостоил меня находиться среди вас. Это не всегда трудно говорить среди вас. Но старшие братья предоставляют нам слово, пусть Бог благословит их. И это очень важная тема для нас, молодежи. И очень важная тема для нас. И очень важная тема для нас. И очень важная тема для нас. И я тоже хочу затронуть две стороны, которые очень важные в нашей жизни. И пусть Господь нас благословит. Когда молодой человек приходит в церковь Божию, и очень важная тема для нас. И очень важная тема для нас. И очень важная тема для нас. Кто, кому он будет повиноваться, кто его будет воспитывать. И с кем он будет дружить. И у меня, я хочу сказать молодым. Мы говорим, никакую болезнь мира сюда не заносите. Никогда не старайтесь характер мира занести в церковь Божию. Потому что Господь этого не потерпит. Если человек не начнет меняться в своем характере, в своем зле, в своих пониманиях, мы видели, что просто-напросто много раз Господь отодвигал их в сторону. Потому что в своей церкви он приветствует только образ Сына Своего Иисуса Христа. И это тот святой образ, кому мы должны подражать, от кого мы должны наполняться, от кого мы должны учиться. Слава нашему Господу! Уз Господь наполнить сердца наши жаждаю, чтобы вы всегда искали ни то, что нам удобно, ни то, что нам приятно, но все, что тебе угодно, Господь, хочу научиться от тебя. Я хочу одно месторописание прочитать, это Евреям 13 глава, 17 стиха, 13 глава, 17 глава. Я написал такие слова. Повинуйте с наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они не усыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, они воздыхая, ибо это для вас не полезно. Когда наши постеры, они с радостью заботятся о нас, это угодно Господу Иисусу Христу. Писание говорит, когда они делают это с воздыханием, с болью сердца, нас Дух Святой предупреждает, это не полезно вам. Пусть Господь нас благословит. Сегодня многие молодые ищут что-то новое, чтобы такие слова дойти в Библии, которых никто не говорил. И больше начинают кормить свой интерес между собой духовного человека внутри. Один старец у нас был, и не только с Господом, уже отошел в вечность, и он часто даже не проповедовал. Он не говорил большие проповеди. Но мы все молодые очень любили его. Мы все в округе его собирались, и каждый старался близко к ним. И потому что даже если он не говорил великой проповеди, мы все чувствовали, что он полный жизни и Иисуса Христа, он научил нас, даже когда он мальчал, даже так как он кушал, даже как он читал Библию, он не говорил. Он у него есть большие очки, и всегда вот таким удивлением читал Библию, и очень много раз читал его, и мы многому учились от него. Слава нашему Господу, братья и сестры, Иисус Христос, Иисус Христос, чтобы как случилось в Галатам, как они забили своего наставника, и их спасение, что-то начали прилагать, чтобы у нас никогда такого не было, но чтобы мы любили своих родственников, те, которые у нас пекутся, те, которые у нас молятся, и тогда Бог будет нас благословлять. Слава нашему Господу, остальное время я хочу вкратце сказать, чтобы много времени не заниматься, мы молодые люди находим себе друзей, и часто бывает так, что мы их находим по собственному, внутренному сердцу, как мы этого любим. И на раз, однажды одному брату мы говорим, тебе не надо с этими людьми жить и дружить. Потому что они грешники, потому что они много зла делают, что мы не говорим, что мы с ними не разговаривали. Но я говорю, когда мы свое свободное время посвящаем им, и он говорил такие слова, ты знаешь, брат, они хотя бы в миру грешники, но у него такой хорошая сердце, но он совсем не другой, как другие грешники. до конца или иначе у него так, он не может быть. Но есть не возможность устроить, и к этому, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Салмопевец ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Многие молодые приходят в церковь и говорят, Мое служение от этого брата, то, что я умею делать, это делает брат. Это сатанистское обман, сатанистское обольщение. Твое служение, оно не тронуто. Оно в церкви. Я всегда молодежи говорю, пример берите срув, она пришла на поле и сказала такие слова, я буду идти за жнецами, за теми, кто работают, я за ними буду идти. И что они оставляют, это я буду поднимать. Она не сказала, я с их рукой буду забирать. Она сказала, что они оставляют, я это буду делать, и там славится Господь. и я, в принципе, и я не могу, чтобы тебя увидел Христос, как Руфа увидел, и сказали, Слава нашему Господу! Ему да будет слава, как Ацусину и Духу Святому! Амин!